Здравствуйте, товарищи рабочие! Я Станеглас Татьяна Владимировна, строитель. Работаю на стройках своего родного города, города Ленинграда, сейчас Санкт-Петербург. Я приглашаю вас в марте месяце, с 31 марта по 1 апреля в Нижнем Новгороде у нас проходит Российский комитет рабочих. Я приглашаю вас туда. Там вы можете высказать свои наболевшие вопросы, пообщаться с товарищами по классу, поделиться опытом борьбы или, может, получить какой-то совет. Короче говоря, рабочее движение у нас очень разрозненно. Оно еще только учится отстаивать свои интересы. И здесь вы можете получить поддержку своих товарищей, товарищей по работе, по классу. Я приглашаю вас на Российский комитет рабочих. Приходите. Нам очень нужна взаимопомощь и поддержка друг друга. Ну, может быть, нужен какой-то координационный рабочий орган со всей страны, чтобы рабочие могли общаться между собой и помогать друг другу. Приезжайте, мы вас ждем. Татьяна Владимировна, а что нужно рабочему для того, чтобы стать представителем своего коллектива на Российском комитете рабочих? Как это? Что нужно? Для того, чтобы стать представителем своего рабочего коллектива, вам необходимо заручиться с согласием ваших товарищей, с которыми вы работаете, что они делегируют вас на Российский комитет рабочих. Они должны составить три подписи, что они вас туда делегируют. То есть, достаточно минимум трем рабочим делегировать своего представителя, и он будет представлять их? Да. И, видимо, получит право решающего голоса, так? Да, рабочие у нас обладают правом решающего голоса. Не менее трех подписей. Можно больше. Спасибо. Спасибо. Спасибо.